Всем привет вскоре, до свидания! Я Алина, я алкоголик. Грех за это не выпить, правильно? Особенно такая хорошая компания собралась. Ну, собственно, что, граждане, тунеядцы, хулиганы, прочие уважаемые люди, есть два стула, на которых предметы хоть и разные, но, как известно, заходят одинаково глубоко. На стулья такие люди садятся по приколу, а потом так прикольно получается, что сидят всю жизнь. Это я к чему? Я, как вы могли заметить, приколистка, приколы люблю, уважаю, приколы я пью и вдыхаю. Не вдыхаю уже, но в рифму было прикольно. Алкоголь и наркотики, дамы и господа, сама, то для монетизации на ютюбе поехали. Я посетила анонимные клубы алкоголиков и наркоманов, и сейчас вам тут все поведаю. А, кстати, про алкоголиков и наркоманов, вот у всех же было, вот выберешься с друзьями на природу, наделаешь фоток, ну, на вскидку 1200 в пьяном бреду, а на утро смотришь и думаешь, вот это посидели, прости нас, господи, за то, как посидели. Но фотки хорошие, удалять жалко, а память-то у телефона не резиновая, зато знаете, у кого резиновая? Терабокс. Терабокс это, внимание, бесплатное облачное хранилище с 1024 гигабайтами свободного места. Если вы боитесь, что кто-то увидит ваши пьяные глаза меж чьих-то ног, не стоит, потому что Терабокс гарантирует своим пользователям безопасность и конфиденциальность. И что самое главное, никакой рекламы. Кстати, Терабокс делает автоматический бэкап ваших фото и видео, так что можете не бояться потерять свои драгоценные материалы. Господи, дайте воды. Ссылки на мобильную загрузку и на официальный сайт Терабокс вы можете найти прямо под этим видео. Куда ты снимаешь? Пока вы этим занимаетесь, моя вторая я там поболтает, а я пошла пить. Вот она сейчас на природе, наверняка уже в говно, а я тут сижу. Ну ладно, начнем с чего? С меня лично. В плане разных зависимостей я человек средней конченности, объясняю. Человек легкой конченности говорит, сегодня на ужин рыба, а к рыбе очень хорошо подходит бокальчик вина. Человек средней конченности, я, говорит, бокальчик вина к рыбе, это, конечно, хорошо, но если бокальчик уже был и еще стоит бутылочка, то к рыбе хороша именно она. А к бутылочке вина очень хорошо прям подойдет. Вторая бутылочка вина, пол-литра водки и история, из-за которой мне будет стыдно еще лет 10. А человек тяжкой конченности говорит, а, ну я так, считаю, рыба дорога. Возьми киреешки с лососьом, два ящика беленька и ко мне на недельку, вот. А через недельку повторим. Кто узнал деда, лайк. Видя, что в этом плане я по какой-то причине хуже многих людей, я решаю все-таки полюбопытство, что там в клубе анонимных алкоголиков. Ну а также, видя, что я и получше многих людей, я шла туда со скепсисом, мол, ну что они мне там расскажут, я же не алкаш. А потом мне явилась весьма мудрая мысль. Все алкаши когда-то были не алкашами. Это была пауза для раздумий, надеюсь, успели, а мы едем дальше. Было тяжко. Я вот, например, в детстве, когда ходила на какие-то секции новые, типа танцы, там, я очень сильно боялась зайти первый раз, потому что думала, ну они там все профессионалы, а мне как-то даже похвастаться нечем. Вот в клуб анонимных алкоголиков я боялась зайти ровно по той же причине. Поэтому я что, я выпила пиво для оправдания, для храбрости, чисто для храбрости, охрабрела, ну и все, и захожу. Короче, были мужики, я и еще девочка, которая младше меня даже. Когда я зашла, там очень нудно что-то читали, что-то про осознание потери контроля над своей жизнью, принятие бессилия перед алкоголем, доверение жизни в чужие руки. В общем, все постулаты хорошей вечеринки. Я присела, сидевший рядом дяденька с перегаром, мне сразу такой, чай или кофе? А я как бы чую от него ни чаем, ни кофе. Мне хотелось сказать, а вот можно то же самое? Но я говорю, не, ничего не надо. Он говорит, так, чай или кофе? Жизнь научила меня не вступать в конфликты с дяденьками с перегаром, поэтому я говорю, чай. Еще он не дал кусок тортика, я говорю, ммм, он говорит, толстей. Если тут такие правила, ладно. Я пришла, они такие, о, ты новенькая. Да, я была единственная новенькая, и они начали представляться. Это типа, Наташа алкоголик, Игорь алкоголик, и до меня доходит, и такая Алина. Ладно, Алина алкоголик. И все, из этого момента все начинают рассказывать свои истории. Я думаю, сейчас до меня дойдет, я про волшебного деда. Истории были, как они дошли до такой жизни. Это потому, что когда приходит новичок, его надо как бы ввести в курс дела и познакомить с будущими собратьями. Как я уже сказала, начинают они со слов. Андрей алкоголик, и надо сказать хором. Привет, Андрей. Господи, как хотелось пропеть, у меня аж вена на лбу брызнула. Ну, какие там истории там? Был я, был алкоголь, мы дружили, отношения были весьма токсичные. А потом я встретил Бога, и теперь я, наконец-то, счастлив. В историях фигурировали разрушенные семьи, испорченное здоровье, слезы матерей. Сейчас, наверное, где-то Андрей Малахов сидит такой, о, продолжай. Там один мужик сказал, я вообще эту кодировку не понимаю. Я не знаю, у меня всем друзьям кодировка помогла, а я как закодировался, так давай обмывать. Он окружен, но не сломлен. Как я поняла, там уже многие очень давно не пьют, но продолжают ходить на группу, потому что им, ну, нравится. А, во-вторых, помогает. В конце истории они обязательно говорят, сегодня трезвость, спасибо. Спасибо Богу и группе сегодня трезвость. Все должны сказать спасибо и похлоп. История за историей, спасибо за спасибо, бабка за детку, детка за водку. И все замолчали. И глаза на меня. А я вообще не готовила текст. Говорю, надо что-то говорить. Мне говорят, да, не, не обязательно. Говорю, ладно, уговорили. Я такая на общем фоне, говорю, ну, я разочарованием для семьи не стала. Молода, свежа, все, в принципе, хорошо. Спасибо, что спросили. Но есть такое подозрение маленькое, что скоро станут, блядь, такой, как вы, нельзя сказать, ближе к вам, чем сейчас. Ну, просто рассказала. Ну, на самом деле у меня так, что я замечаю, что мое пристрастие к алкоголю, оно побольше, чем у некоторых. Не моя вина, это все такая оболочка интересная досталась, что я сделаю. Страдаю за грехи Евы. Яблоко-то бродило. Вообще, пока я рассказывала, я так сильно покраснела, капец, у меня прям лицо горело, как будто я, не знаю, в олимпийском выступаю со стихом, который не учила. Ну, и думаю, ну, коль мы так уже все породнились, я говорю, да я вообще сейчас пиво бахнула, вот. Все молчат и смотрят, а я говорю, что? Они говорят, ну, просто у нас так по правилам, что если ты сегодня пил, то ты молчишь. А я после, знаете, своего пятиминутного монолога, говорю, да что ж, спасибо Богу и группе получается. Они говорят, спасибо, и похлопали. Длится это все примерно час, а после этого мы встаем в круг, беремся за руки и начинаем хором читать молитву наизусть о душевном покое. Господи, помилуй! Не эту, а, боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Мы потом вышли на улицу, курили все, алкоголь больше не властен надо мной, только Бог и сигареты. Я, кстати, вам хочу сообщить, я вот все, когда HQD вот это откурила, мне так плохо после него было, я прям осознала, какие они вредные. А я заботюсь о своем здоровье, и поэтому теперь, когда пью, курю только сигареты. Они меня окружили, давай со мной говорить, и я прям поняла, почему люди туда ходят. Там действительно чувствуешь себя как в семье, в семье с десятью отцами, с десятью отцами-алкашами. Режим игры в жизнь супер-хард. Там просто, почему семья, да, потому что, ну, тебя там понимают, тебя там не осуждают. Там тебе не скажут, фу, пришла пьяная, силы воли нету, пахнешь пивом. Там скажут, пиво выветрится, главное душа. Когда они разговорились, я слышу, что они говорят моими словами. Там, например, мужик говорил, типа, я вот раньше приходила на тусовку, и смотрю, у них на четверых одна бутылка водки. Я думала, стоит ли вообще начинать? У меня то же самое, когда мне говорят, ну, что, по коктейльчику? Я думаю, мне просто легче вообще не пить с людьми, которые таких пристрастий не имеют. Например, я там встречусь с девочкой какой-нибудь в баре. Она взяла себе два коктейльчика, я на нее смотрю и говорю, так, может, еще? А вокруг меня еще это, восемь пустых стаканов из-под виски кола. Я уже одной ногой в приоре. Армен говорит, так едем? Нет. Она говорит, ой, да мне хватит. Ты смогла выговорить, ой, мне хватит. Разве что-то хватит? Зачем пить один-два коктейля, чтобы что? Это ж ни туда, ни сюда, так сказать, уже не свят, еще не грешен. Сейчас умоляю, только не думайте, что я горжусь своей склонностью к подобным штукам. Я просто пытаюсь смеяться над собой и не душнить. Кто-то же должен это делать. Мне дали книжку, пожалуйста, прошу, вот, анонимные алкоголики. В простонародье называется Библия алкаша или синяя книга. Я ее полистала, в принципе, тут очень многое сводится к Богу. Мы пришли к убеждению, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. Возможно, никакая человеческая сила не смогла бы избавить нас от алкоголизма. Господи, я предаю себя тебе, чтобы создавать и творить при моем участии, как тебе угодно. Освободи меня от пут себя любя, чтобы я лучше мог выполнять твою волю. Короче, основная мысль княженца и в том, что ты должен принять то, что ты алкаш. Алкаш, полностью подари себя Господу, доверься ему и все, у тебя будет нормально. А сам ты без надега на палочке. Вот так вот, братья и сестры. Пыль мы с вами. Заложники, это ново. Ну, а в целом клуб анонимных алкоголиков я ставлю 8 бутылочек из 10. На следующий день я пошла в клуб анонимных наркоманов. Да, вот решила себя побаловать. В анонимных наркоманах было подепрессивнее. Странно, да? Там было 4 девочки, ну, одна из них скорее женщина, и человек 13, может быть. Парней, мужчин, да больше парней. Внимание, людей старше 35 там не было. Возможно. Это потому, что наркоманы столько не живут, но может и просто совпадение. Не спешим бросать наркотики. Там был уже только чай. Без тортика, блядь, шутки кончились. Истории свои уже никто не рассказывал. Бля, как чуяли, что здесь троянский конь. Точнее, вавилонская кобыла. Вообще, было весьма странно и как-то не ассоциировалось с отказом от наркотиков и выздоровлением. Я там была единственная новенькая, опять. Я говорю, Алина, зависимая, а мне все похлопали. Вот, мам, людям нравится, а ты ругаешься. Ведущий там как бы есть, и в алкоголиках тоже был ведущий. И он начал зачитывать правила. Запомнила только два. Если у вас есть с собой наркотики, покиньте клуб и возвращайтесь без них. Если вы находитесь под действием наркотиков, можете остаться, но сидите молча. Как это возможно под действием наркотиков, правда, непонятно. Наверное, почему там было подепрессивнее? Потому что он спрашивает, есть ли тут люди, которые чистые более 30 дней. И все молчат. И воняют. Не надо меня так смотреть. Я чистая более 30 дней. Уж точно. Я просто почему-то думаю, ну все молчат, и я буду. Ну не хвастаться же, я сюда пришла. Ведущий говорит, ну что, предлагайте темы. И предложили такие темы, как эмоциональная сторона отношений. Что такое честность? Что такое внутренняя свобода? Эгоизм в молитве. Он написал это все на доске и говорит, ну что, кто хочет высказаться? Ну и как и в клубе для алкоголиков, там тоже Антон наркоман. Привет, Антон. У многих были какие-то ответы, как будто бы не в попад. Типа, что для меня внутренняя свобода? Ну вот, как я вчера лежал, да, я молился. А мама-то, она говорила же тоже мне всегда, как бы, то, что, ну вот, так-то все и не то, чтобы бывает, да. А я, ну, всегда знал, как бы, где-то внутри. Но вот это, я думаю, и называется свобода. То есть как-то очень странно. Я вообще не могла понять, о чем он говорит. Короче, вот типа того. Очень смешанно как-то и непонятно. Хотя кто его знает, что бы я там сказала, да, от волнения. Я просто там чувствовала себя очень некомфортно. Мне говорят, Алина, выскажешься? Надо было сказать, на зрачки мои посмотрите. Я говорю, я понаблюдаю. Я, кстати, ходила туда в день пограничника, и там был один пограничник, который говорил, ну вот сегодня меня можно поздравить, получается. И там была женщина-психолог, которая говорит, ну, так-то нас всех тут можно поздравить. Если что, пограничник, так называют еще людей с пограничным расстройством личности. Кстати, когда там говорили люди, мне мальчик, который рядом сидел, дает брелочек, на котором написан какой-то срок трезвости довольно длительный. Я обрадовалась, думаю, загоню на Алике за пятнарик. Оказалось, что это не подарок, а это надо было просто подержать в руках некоторое время и передать дальше. Мне, как новичку, дали такой вот конверт. Тут брошюрка есть, весьма забавная. Не умереть надо уметь. Это когда тебе 30, мать говорит, что ты ничтожеств и ничего не уморешь, а ты такой, а-а-а, попрошу. А наша бабка так не могла. А как гласит первая страница, на четвертой нас ждет анекдот от наших талантливых нарков. Готовы? Анекдот дня. Привет. Это секс по телефону? Да. А почему шепотом? Я на группе. Разрывная! В середине собрания, кстати, зашел парень, который со мной вчера был в клубе анонимных алкоголиков. Я до сих пор думаю, то ли, так сказать, разносторонне развитый, то ли тоже блогер. В общем, я просто посидела, послушала, как люди отвечают на рандомные вопросы. Потом мы все встали, обнялись уже за плечи и снова вслух прочитали молитву о душевном покое. Этот парень, кстати, потом ко мне подошел и говорит, ой, это ты вчера на алкашах была? Где? На концерте группы Ленинград? Говорит, и что, где больше понравилось? Я говорю, ну, в алкоголиках больше понравилось. Он говорит, мне тоже. Вот. Ну и пошли наебелись. На самом деле, я понимаю, почему в алкоголиках мне понравилось больше, потому что там уже были люди, которые как бы совсем справились, заценили кайф от этого, и мне они очень воодушевленно рассказывали, как им хорошо живется. По наркоманам я вообще не видела, что им хорошо. А вот в алкоголиках все было за... Не знаю, может, они просто пьяные были. В заключении, блин, если это люди смотрят из таких клубов, я очень уважаю вашу деятельность. Поймите, у меня просто формат такой, без хихонек никуда. Вы наркоманов лечите, а я их развлекаю. Советую ли я посетить эти клубы? Если у вас есть проблемы, однозначно да. Туда стоит сходить хотя бы, потому что там есть вот эта программа «12 шагов», а как я почитала, она по ходу, в принципе, по большей части направлена на то, чтобы ты перестал быть мудаком. Там борешься с эгоизмом, разбираешь все свои страхи, все свои обиды, извиняешься перед теми, кому сделал зло, и сам прощаешь врагов. Это дорогого стоит. Я, конечно, не пойду, я еще не назлилась, не набежалась, но однажды обязательно. В общем, ставлю этой программе лайк, клубом тоже ставлю лайк. А, да, то, что всех интересует обычно. Рисут ли там с тебя деньги? Слушайте, ну, там просто передают по кругу, типа, шляпу. Если ты хочешь, ты можешь пожертвовать что-то. Первые три раза ты не должен жертвовать. Кстати, интересное замечание, в алкоголиках почти все что-то положили, а в наркоманах почти никто. В наркоманах, наверное, просто все купюры вонючие. И последнее. Секта ли это? Такой вопрос. Ну, даже если это секта, и что? Если это улучшает качество вашей жизни, вам не насрать ли вообще секта это или не секта? Семья, например, это секта. Из нее тоже просто так не выйдешь, и из тебя постоянно тянут деньги. Но вон их сколько. Короче, я ничего страшного там не увидела. Если есть проблемы, рекомендую идти. Ничего не потеряете. Чуек попьете. Брелок трезвости подержите. Где еще? А на этом все. Спасибо, что досмотрели. Целую каждого, кто дышит. Потому что что? Потому что не умереть надо уметь. Все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok